Здравствуйте, уважаемые студенты! Я заведующая кафедрой Акширской гинекологии номер 3 Наргиз Нуралиевна Шавази. Тема сегодняшней нашей лекции – это бесплодный брак. Мы сегодня с вами обсудим женский, а также мужской фактор бесплодия. Фертильность – это способность родить живого ребенка, подвергнувшегося риску беременности в течение одного менструального цикла. Частота бесплодия в нашем регионе составляет 17% случаев. Женский фактор бесплодия составляет 45%, мужской – 40%, а также сочетанные факторы до 15%. Бесплодие – это отсутствие зачатия при половой жизни без предохранения в течение по крайней мере 12 месяцев. Какие же причины могут быть, какие же факторы бесплодия могут быть у мужчин? Это сексуальная или эвакуационная дисфункция, инфекция придатков половых желез, парикоцелия, а также могут быть системные заболевания, рожденные аномалии, эндокринные причины, а также сама проблема эксидата. Как же мы проводим диагностику? Конечно же, самым важным моментом является это аномозаболевание, возможность снижения фертильности, повышение температуры тела, применение каких-либо лекарственных препаратов в постоянном виде, а также инфекции мочевого пузыря, травмы яичник или сексуальная или эвакуационная дисфункция. Значит, при диагностике нужно учитывать общее обследование, урогенитальный статус, исследование спермы и также гормональное обследование. При анализе спермы, при норме азоспермии, тогда, когда концентрация 20 мл, подвижность 25%, а также 50% кетогероина А и В считается хорошим, то есть с плодотворным эксудатом. Вот на этом слайде показана, пожалуйста, нормальная форма сперматозоида и патологические его формы. То есть он помимо подвижности может быть даже разные его формы. Перейдем на следующий момент, это женское бесплодие. Она встречается, как мы уже выше сказали, в 45% случаев. И в частности, бывает причиной, это гормональная дисфункция женского организма. Первичное бесплодие – это когда у женщины отсутствует беременность в анамнезе, то есть когда женщина ни разу еще в своей жизни не беременела. А вторичное бесплодие – это наличие беременности в анамнезе, то есть у женщины может быть в анамнезе или одна беременность, или один ребенок, и отсутствие наступления следующей беременности в течение 4 лет. А также имеется форма абсолютная, это когда, если у женщины нет матки или нет яичников по каким-либо причинам или по врожденным каким-либо аномалиям. Факторы женского бесплодия – это гиперпаралактинемия, аминарея может быть, олигаминарея. Как вы видите на данном слайде, в частности, нарушением гормональной дисфункции, как я уже выше сказала, в частности, приводит к женскому бесплодию. А также, конечно же, инфекционные заболевания могут быть или сексуальная дисфункция. Дисфункция. После того, как мы выявили данную проблему, цель обследования подетной супружеской пары – выяснить причину бесплодия и определить тактику лечения. Ничего не уступать и не сделать ничего лишнего. Значит, у нас будет время от 2 до 6 месяцев. Диагностика трубного фактора. Теперь мы сейчас с вами обсудим трубной фактор бесплодия – яичниковый, а также маточный. Если трубной фактор бесплодия – это нужно, значит, нам произвести гистеросальпингографию, а также можно сделать гидротубацию, а также для того, чтобы определить, имеется ли проходимость или не имеется. Показания гистероскопии – это контактное кровотечение, нарушение ритма менструации, а также внутриматочная патология. Вот на изображении видно, что другое потребление патологических троп или матки, включая миому или эндометриоз. Овуляторный профиль – нормальный менструальный цикл – 25-35 дней в норме, мы знаем. Если менее или более, значит, это уже считается нарушением также. Олигоменорея – это спонтанная менструация, наблюдающаяся интервалом 33 месяца по 6 месяцев. Олигоменорея – мы его также должны разделить на 2, она бывает первичная и вторичная. Первичная, если это отсутствие спонтанного менструального цикла во весь период женщины, и вторичная, если его отсутствие в последние 6 месяцев. Значит, также мы должны обязательно проверить гоногормоны гонадотропные, гонадотропные, пролактин, эстрадиол, прогестерон, андрогены, а также гормоны щитовидной железы. А также должны произвести поддерживающую овуляцию прогестерон на 20-22 день, значит, на 18 наномоль и произвести УЗИ, биопсию и график базальной температуры. Хочу также с вами обсудить иммунологическое бесплодие. Иммунологическое бесплодие мы должны обследовать посттатальный тест. Также мы его называем пробой СИМСа. Нужно для оценки продолжительной 10 и более подвижных сперматозоидов с активными поступлениями, движениями и сомнительной, если менее 10 и отрицательной, если его совсем-таки нет. Как мы лечим женское бесплодие? Лечение женского бесплодия зависит от того, в чём же является причиной. К примеру, лечение трубного бесплодия. Это лечение начинает после исключения туберкулеза. Нужно лечить его. Восстановление овуляции, если это связано с гормональной терапией. И лечение иммунологического бесплодия, если исключается и семинация спермы мужа. Тут показано эндоскопическое лечение. Чуть-чуть также хотела бы с вами поговорить о вспомогательном репродуктивных технологий. То есть это считается ВРТ. Это модели терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляется вне организма женщины. На сегодняшний день ВРТ проводится у нас в республике, в частности имеется у нас и в Самарканде. Показанием к ВРТ является неблагоприятный результат лечения. Долгое, также неудачные попытки и семинации или мужское бесплодие. Хотела бы вам здесь показать некоторые моменты ЭКО, ВРТ, или мы так его называем. Пожалуйста, тут показаны этапы. Пожалуйста, стимуляция. После забор получения яйцоклеток. Показано тут переносы эмбриона, а также оплодотворение инвитра. Единственным неблагоприятным моментом для ВРТ сегодняшний день считается то, что после ВРТ беременность нуждается в гормональной терапии, в частности в прогестероне. Поэтому во все периоды беременности у женщин после ВРТ женщина должна принимать гормональную терапию. Уважаемые студенты, что касается контрацепции, мы с вами его обсудим на следующей нашей лекции более подробно. Сейчас я бы хотела просто пролистать и показать вам. Имеется естественная контрацепция, мы с вами его обсудим еще. Имеются барьерные методы, это презервативы, колпачки, внутриматочные спирали, а также гормональные контрацепции. Благодарю вас за внимание.